всем привет привет приветствую вас на своем канале мы будем вязать с вами вот такую толстовку видео будет четырех частях это первая часть в первой части мы с вами снимем мерки узнаете какие мерки понадобятся сделаем расчет реглана и будем вязать весь вся толстовка вяжется столбиками с накидами я вам покажу как вязать по кругу но с незаметным швом и чтобы шов никуда не уходил вот как видите его здесь незаметно этого все узнаете в первой части так что если вам понравилась толстовка приступаем к вязанию и так приступим к нашему вязанию наши толстовки до спицами мы связали теперь крючком будем вязать что нам для этого понадобится да я буду вязать крючком три с половиной я связала образец из десяти петелек и двух рядов столбики с накидами ну естественно нам нужно будет собака нам нужны будет ее мерки я расскажу какие и пряжа я буду вязать вот такой пряжи ну это я вам показываю по расцветкам по марке я вам не скажу потому что вы можете взять любую пряжу единственное скажу плотность это 300 метров в 100 граммах вот теперь нам с вами понадобятся мерки как всегда да мы снимаем нам нужно несколько всего несколько мерочек забыла сказать нам понадобятся маркеры любые какие у вас есть какими вы привыкли работать это пока убираю в сторонку ну сантиметр естественно измерить собаку да и начинаем мы с вами измерять что нам нужно обхват шеи как всегда у меня составляет это 25 сантиметров 25 потом нам нужно обхват груди у меня составляет это 35 сантиметров нам нужно с вами ширина груди собака в стоячем или в полу сидячем состоянии чтобы верхние лапки были выпрямлены и расстояние между передними лапами то есть грудь у меня это получается 6 сантиметров и высота грудки высота грудки это от линии ошейника до такого знаете воображаемого перекрещивания вот здесь между лапками у меня тоже составляет 6 сантиметров все это все что нам с вами нужно сюда мы себе записываем сейчас покажу каким образом кто не у кого размеры со мной совпадают просто здесь сейчас появится расчет и вы вяжете вместе со мной у кого не совпадают может быть немножко да тот прибавляет убавляет я покажу что нужно будет делать и так переписала я сюда все размеры наши нам понадобится еще с вами два размера я буду вязать на мальчика потому что как выяснилось по комментариям все-таки проблем не связать какую-то вещь на мальчика да поэтому мы будем вязать на мальчика но будут естественно рекомендации для девочек как поступать в данном моменте девочкам то есть девочки снимают пять размеров шею грудь ширина груди высота груди и ширина шага ширина шага это расстояние задней стороны передней лапы и до паха задней лапы это расстояние ширина шага у моей собаки на которую я буду вязать в данном случае на свое но с учетом то что как будто бы это мальчик хотя у меня девочка составляет 15 сантиметров пишу 15 сантиметров сюда тоже пишу 15 вот но у мальчиков есть величина x я ее сейчас обозначу красным цветом вот это вот величина x так ее назовем да это причинное место мальчика и чтобы он не мочил светорочек там ну или толстовочку неважно да нам нужно здесь с вами остановиться да то есть чтобы не закрывала наше изделие это причинное место это величина x вот она у меня она составляет 10 сантиметров ну я возьму так 10 может быть как бы я и преувеличиваю может быть она где-то у девочек она отличается от ширины шага где-то 2-3 сантиметра но я перестрахуюсь возьму 10 здесь пишу 10 все это для мальчиков это для девочек вот если у вас готова это все тогда мы приступаем к разложению наших петель чтобы узнать плотность нашего вязания нам нужно связать образец ну любой да я вижу 10 петель я набираю и вижу два ряда в данном случае если это столбики с накидами то в принципе два ряда мне достаточно чтобы определить плотность вязания поэтому я измеряю сантиметром у меня получается 6 сантиметров до 6 сантиметров так и два с половиной сантиметра высоту вот и мы сейчас с вами выясним сколько же у нас наша плотность вязания и и того да смотрите что по петлям мы 10 петель делим на 6 сантиметров у меня получается 1666 я пишу 16 но пусть будет 16 потому что в крючке это конечно же важно но когда мы вяжем мелкими тогда это более как бы нужно делать скрупулезно так как вязка большая и как вы знаете не предоставляется возможным сделать прям до сотых до сотых вычисления поэтому естественно в петлях мы будем туда-сюда плюс-минус делать вот до 1 из 6 петли в рядах два с половиной да я по моему померила у меня получилось до два с половиной ряда два ряда это два с половиной ну естественно да мы два с половиной мы разделим пополам два ряда же у нас получается 125 в одном сантиметре у нас 125 ряда вот так опять-таки же это нам на всякий случай приблизительно до другой способ возможен я его уже показывала в других видео крючком это вы вяжете косичку из воздушных петель обхватывайте вокруг шеи собаки прям вот так вокруг да считаете сколько у вас получилось петелек да и делите на сантиметры но не забывайте про свободное облегание потому что если вы будете вязать здесь наверху резиночку она естественно сократится то есть 45 петель нужно добавлять к этому количеству вот ну мы сегодня рассмотрим такой способ да теперь чисто как бы графически чисто визуально мы рисуем с вами круг вязать мы будем с вами как всегда от грудки вот отсюда здесь у нас будет начало вязания это регланная линия 1 это 2 почему я рисую так а потому что у нас будут прибавки с обоих сторон то есть регланная линия будет именно так выглядеть еще одну и еще одна да это что касается нашего так визуального теперь нам нужно вычислить сколько же будет петель я просто сейчас сделаю математические действия как бы это я думаю все умеют делать и покажу вам что у меня получилось и итак путем вычисления в помощь нам калькулятор вот что у меня получилось надеюсь вам все видно вот смотрите 40 петель начинаем мы дам я возьму здесь чуть чуть побольше это все-таки толстовка это не свитер она должна быть побольше и того сорок две петли я возьму и распределяем и следующим образом с вами по одной петле сразу же на регланной линии до обозначили 42 минус 4 получается остается у нас с вами 38 но я поступлю следующим образом смотрите грудка она у нас будет расходиться в стороны поэтому здесь сразу не нужно брать всю весь объем груди то есть вот ширина грудки 10 петель мы должны ориентировочно выйти на 10 петель но не меньше дать то это не значит что если мы возьмем здесь 10 петель представляете мы делаем прибавки что у нас здесь получится с вами поэтому я возьму по 2 петли вполне достаточно на рукава я возьму по 6 петель а все остальное то что осталось от 38 до после регланных ли них я на спинку переброшу и того смотрите что у нас с вами получается 42 42 до общее количество мы минусуем регланной линии минус 4 минусуем рукава и минусуем грудку остается у нас 22 петли это уходит на спинку 22 петли вот это у нас с вами изначально и с чего мы будем начинать но к чему же мы должны прийти посмотрите сколько всегда задают вопрос сколько же делать прибавок смотрите высота грудки у нас 6 сантиметров в рядах это 7 рядов мы с вами должны вырезать 7 рядов поэтому максимум что мы можем сделать это 7 прибавок но мы не будем делать столько много прибавок почему я вы это узнаете в процессе вязания потому что ну там такая как бы особенность этой толстовки идет да поэтому мы с вами сделаем всего по 6 прибавок не давайте сделаем 46 это много по 44 здесь то есть вот так будет смотрите 1 2 3 и 4 и везде так будет мы с вами в процессе вязания посмотрим добавить мы всегда с вами успеем да если вдруг нам покажется что мы связали что-то маленькое это же творческий процесс нужно пробовать что-то применять здесь не видно рукав я вот так напишу поэтому всегда нужно не бояться опробовать не получилось нужно распустить и сделать заново вот поэтому мне никогда тоже нету таких заготовленных шаблонов я все вживую это демонстрирую и так смотрите что мы имеем с вами когда мы до вяжем сами все наши прибавки то есть вы вяжем реглан что мы будем с вами иметь 22 петли у нас было 4 прибавки мы сделали с одной стороны это спинку я сейчас про спинку говорю с другой стороны у нас было 4 прибавки плюс к нам еще по одной регланной линии добавится сюда и с этой стороны регланная линия того мы с вами имеем 32 петли теперь нагрудки что мы с вами имеем нагрудки было 2 с одной стороны 2 петли с другой стороны сделали мы получились нас прибавки с одной стороны и того мы у нас уже 12 и плюс наши регланной линии они уйдут в грудку и того мы с вами имеем сейчас 14 петель это перед обозначим спинка вот так теперь как у нас дела обстоят с рукавами рукава тоже также когда мы соединим нашу спинку и перед естественно что останется на рукавах было 64 мы сделали с одной прибавки 4 с другой стороны прибавки и того 14 петель сейчас мы узнаем сколько же нам нужно делать петель подреза что для этого мы спинку соединяем плюсом с грудкой 32 плюс 14 46 а нам надо чтобы было 54 но не больше 54 можно 50 52 это не так прям страшно знаете мы с вами прибавляем по мы можем сами свободно прибавить по 4 петли подреза да потому что у нас ли не вот эти петли подреза они как и на рукав уйдут так и на нашу пузику до пузика то есть грудку вниз сюда второй рукав я расписывать не буду он аналогичный то есть 14 прибавить 4 рукав в готовом виде у нас будет 18 петель пожалуйста это рукав рукав вот кто хочет вот так я поставлю нажмите на паузу сделайте скриншот или перерисуйте кто не умеет делать скриншоты вот и мы с вами уже будем приступать и я буду конкретно показывать каждый шаг именно по нашему чертежу ширину шага и точку x я тоже рассчитала и ну они нам пока с вами не нужны для вывязывания реглана мы с вами сделали все расчеты и мы с вами приступаем берем нашу ниточку делаем петельку любым способом я перекручиваю просто крючок и делаю первую петлю вы можете это делать любым способом как вам удобно пожалуйста набираю я цепочку из воздушных петель 42 петли набрала я цепочку из 42 воздушных петель мы будем вязать с вами по кругу я вам покажу как вязать мы будем по кругу и чтобы у нас с вами шов шов нет косил смотрите соединяем делаем соединительную петлю его еще называют соединительный столбик соединились мы с вами делаем 3 петли подъема петли подъема тоже считаются за столбик наши воздушные петли подъема тоже считаются за столбик я делаю две воздушные петли подъема и провязываю 42 петли делаю 42 столбика с накидом потом мы с вами встретимся я покажу как мы с вами будем дальше вязать провязала я 41 столбик я провязала 42 столбика извиняюсь если считать вот эти петли подъема да как за столбик но предлагаю вам для дальше как бы эстетики и удобства в дальнейшем этот столбик давайте мы не будем его будем этот столбик считать как соединительный то есть мы протяжем с вами еще одну петлю будем ее считать 42 да этот столбик у нас будет для соединения так скажем вот делаем соединительный столбик в основании вот так еще раз покажу вам потому что в дальнейшем мы так и будем все время это делать не сюда во второй а вот уже с петлю получается мы делаем вот так за две стенки делаем соединительный столбик провязываем две петли подъема разворачиваемся как будто мы с вами прочитали книгу поворачиваем страницу и провязываем мы его не считаем провязываем 42 столбика сразу же в основании сюда идти рядом прям и провязываем с вами 42 столбика с петлями подъема будет 43 то есть мы с вами будем вязать изнаночные и лицевые ряды провязали мы лицо теперь по сути да мы с вами вяжем изнаночный ряд провязываем изнаночный ряд и встречаемся провязала я 40 специально чтобы вам показать остаются две петли 41 и 42 ряд мы закончили опять мы цепляемся видите за петельку до следующие если мы вязали сами по кругу мы делаем соединительный столбик делаем две петли подъема и поворачиваемся мы с вами фактически ну и фактически а так оно и есть мы с вами вяжем поворотными рядами туда-обратно для чего объясняю для того чтобы у нас с вами нас наш шов не косил и вязание само в принципе не косила мы могли бы это связать со швом но зачем нам потом сшивать грубый шов так у нас уже и сразу мы убиваем два зайца и у нас готовое изделие сшивать не нужно да то есть грубого шва здесь нету и не косит все дальше мы сейчас с вами будем распределять наши прибавки и так я уже распределила сейчас вам покажу как я это сделала смотрите у нас идет с вами две петли от начала вязания это наша грудка посмотрите 1 2 в третью мы вставляем маркер это наша регланная линия вот пока это вот дальше у нас идет 6 петель рукава следующая регланная линия потом эти две петли это спинка следующая регланная линия вот это 6 петель второго рукава следующая регланная линия вот она и две петли 1 2 2 петли грудки у нас с вами остаются все теперь мы с вами вяжем именно делаем прибавки как мы с вами договорились мы петли вот эти подъема за столбик не считаем это у нас пусть будет соединительный шов такой да вяжем смотрите 1 столбик 2 сюда в регланную линию мы с вами делаем прибавки маркер мы пока убираем и провязываем в эту петлю три столбика в одну петлю 1 это у нас прибавка идет на грудку вот эта часть вот эта петля 2 это сама регланная линия и в нее мы можем сразу одеть маркер обозначить ее это вот она эта петля регланная линия и 3 петля это прибавка со стороны рукава 3 столбик вот ведь у нас три столбика с одной петли с одного основания вот это 3 столбик во всех остальных случаях мы будем делать точно так же провязываем 6 петель рукава дошли мы до следующей регланной линии вот до этой снимаем маркер и повторяем то же самое одну петлю это прибавка сторону рукава вот она одна петля 1 1 столбик это у нас регланная линия одеваем в нее сразу маркер и третий столбик это у нас прибавка в сторону спинки вот она это вот сама регланная линия идет и сторону спинки прибавка здесь мы повторяем то же самое провязываем 22 петли и делаем еще две прибавки 22 петли спинки я провязала опять снимаем маркер и точно так же провязываем 3 петли 3 столбика в одну петлю 1 2 одеваем маркер и 3 можете провязать сразу 3 и в среднюю одеть маркер довязываем до конца ряда еще делаем одну предельную прибавку довязываем до конца ряда и встречаемся сделал я последнюю прибавку 2 петли у нас с вами остается вот они на грудке 1 2 соединительный столбик или петля соединительная 2 воздушные петли подъема и разворачиваемся разворачиваемся вяжем с вами изнаночный ряд во всех остальных последующих рядах мы проделываем с вами тоже самое то есть вот в эти вершинки мы провязываем точно также 3 столбика с накидом во все да вот наши где маркеры так мы с вами делаем четыре раза один раз мы с вами сделали остается еще три раза всего 4 вы можете в каждом ряду просчитывать и себе на например записывать было 6 петель до в рукаве потом 8 будет потому что прибавляется с обоих сторон здесь было 23 значит будет потом будет 10 потом 12 да и еще одна прибавка получается 14 то же самое со спинкой можете себе расписать там плюс 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 или ну достаточно может быть рукава или вы будете скрупулезно просчитывать каждый ряд все абсолютно в общем для новичков я советую каждый ряд про просчитывать я сама так всегда делаю просчитываю чтобы не возвращаться потом и не распускать все остальные три прибавки вы сделаете самостоятельно и мы с вами уже потом встречаемся и посмотрим какой у получился результат хочу показать внимание обратите да внимательно разглядите свое вязание видите вот они эти прибавки 3 петли 1 прибавка 1 посередине петля это регланная линия 1 еще одна прибавка и везде так видите 3 проходим спинку опять 3 и вот еще три кто как бы уверен в себе вы можете маркеры не оставлять а вязать прибавку всегда вот вот эту серединку так тоже как вариант вот но я сделала как бы эти маркеры повесила специально для вас чтобы наглядно вам все это показать и еще раз хочу обратить внимание смотрите когда мы складываем наше изделие но у нас получается ровненьким да вот видите и как я объясняла что спинка у нас занимает половину всего нашего вязания вторая половина у нас занимает грудка и лапки это как бы на будущее да кто будет уже дальше самостоятельно делать расчеты и вязать чтобы у вас было представление что от общих петель половина это спинка а половина грудка с лапками но все девчонки вяжем и встречаемся с вами уже когда будут сделаны все прибавки я провязала все наши прибавки смотрите их видно раз два три 4 это наша грудка это рукав это спинка сейчас мы с вами будем все это соединять на сами лицевой ряд до теперь смотрите у нас последние было пять петель мы их также 5 провязываем 5 правильно мы провязывали и 1 у нас прибавилось и того мы провязываем с вами 6 петель или делаем 6 столбиков 6 столбиков мы провязали наша рекламная линия уходит в грудку мы ее тоже провязываем это 7 столбик теперь мы с вами делаем как и планировали с мы помните вот здесь вот четыре воздушные петли это подрез просто делаем 1 2 3 и 4 4 воздушные петли и соединяемся с вами в эту и главную линию где у нас стоял маркер провязываем ой партон сделаем такой же столбик с накидами и провязываем вот у нас сформировался с вами это будет рукав вот грудка рукав провязываем спинку до следующего маркера довязали мы до следующей опять регланной линии здесь мы сейчас на спинку провязали на спинке у нас получилось 30 петель убираем маркер провязываем столбик и также делаем 4 воздушные петли 1 2 3 и 4 и соединяемся сюда в эту петлю где у нас с вами был маркер вот это наши регланной линии и еще 6 петель мы провязываем 6 столбиков 1 2 3 4 5 и последнюю петлю 6 все соединяемся делаем 2 воздушные петли подъема и смотрим что у нас с вами получилось это изнаночный ряд у нас с вами сейчас будет да вот лицо определяю я лицо меня косичка такая по краю идет косичка это значит что это лицевый ряд вот смотрите что мы с вами имеем это грудка видите шва здесь абсолютно не видно рукава и спинку сейчас я провяжу изнаночный ряд и буду менять уже наверное цвет да хотя можно провязать еще два ряда то есть изнаночные то есть еще три ряда я провяжу давайте так три ряда мы с вами провяжем встречаемся я буду менять цвет нитки я просто покажу вам как это делать кто не будет менять цвет нитки я подскажу сколько рядов нам вязать еще кто вяжет для мальчиков я скажу у нас общее количество 12 рядов должно быть до причинного места но нам там внизу нужно будет сделать еще кулиску поэтому мы с вами вяжем восемь рядов всего восемь рядов одним цветом другим цветом то есть всего до причинного места мы с вами вяжем 8 рядов кто со мной будет менять цвет тот провязывать три ряда и мы встречаемся будем менять цвет забыла вам сказать еще перед тем как вы будете сейчас вязать ряд обратно просчитайте свои петли смотрите что мы с вами имеем 6 петель у нас получилось нагрудки 4 потом одна регланная линия прибавилась до 4 петли воздушные потом идет еще одна регланная линия 230 петель спинки опять 4 регланная линия плюс да я вот все здесь записываю вы тоже также себе можете все записывать чтобы ни одну петельку не потерять значит тут регланная линия плюс 4 петли опять регланная линия и 6 петель и того у нас сейчас в работе с вами 54 петли напишу пожирнее ну давайте я маркером напишу 54 петли все вяжем спокойно просчитываем все у кого что не достают тот значит где-то допустил какую-то ошибку можете просмотреть внимательно да и найти свою ошибку